Начинал я совсем просто. Я еще был студентом театрального института. И начинал я с того, что я играл комара. Спасибо. Спасибо. Талантливому Олегу Табакову сегодня красноярцы аплодировали стоя, в том числе и потому, что сидячих мест на всех желающих не хватило. В свои 73 года легендарный актер отечественного театра и кино по-прежнему обаятелен, прост в общении и много шутит. Неожиданно для многих он, например, рассказал о том, как однажды пробовал на гастролях в Америке курить марихуану. Раз покурил, а как второй раз курнул, чувствую, не могу дальше ехать. Говорит, доме останови. Вышел и вот все, все, что сделал, все на самом деле. Короче говоря, не кажусь я для этого. Не такой я продвинутый. Говоря о своем немаленьком семействе, Табаков признался, что, будучи единственным ребенком, просто мечтал быть многодетным отцом. Сейчас у него четверо детей и пять внуков. Когда я приходил к каким-то своим другим сверстникам, то иногда за столом сидело семь, а иногда даже десять человек. И вот я думал, вот я вырасту и уж столько детей настрогаю. Кроме того, что он воспитывает своих, Табаков решил заняться и чужими детьми. Говорит, что уже следующей весной откроет в Москве театральное училище, куда после девятого класса и после жесткого отбора смогут поступать талантливые подростки со всей страны. По сути дела, это желание помочь одаренным молодым людям, ну, будем так говорить, по возможности рано пройти профессиональный отпор. О своих актерских планах Табаков ничего не говорит. Признается, что сейчас слишком много времени отнимает руководство сразу двумя театрами – МХАТом и Табакеркой. О том, чтобы приехать на гастроли в Красноярск, он тоже не думает. Гастроли без спонсоров сейчас экономически невыгодны. Для того, чтобы приехать, нужно обеспечить экономические условия. Они должны сочетаться с покупательной способностью данного региона. И вот когда эти проблемы, я понятно их объясняю, будут решены с радостью. Свою встречу с красноярцами Олег Табаков закончил на печальной музыкальной ноте. Он вспомнил, как во время войны пел в госпитале для раненых. Правда, ему пришлось наступить на горло собственной песни. Час, отведенный на общение, неожиданно закончился. Я просто должна сказать, что здесь будет следующее мероприятие скоро, поэтому сейчас мы с Олегом Павловичем будем завершать. Все, завершаем. Споем и все. Надежда Бамбакова, Николай Чистяков. Новости ТВК. Дорогие друзья! Спасибо. ПОДПИСИ� ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...